Почувствуй себя инженером. Именно такой слоган выбрали организаторы для сегодняшнего мероприятия. Изобрести что-то новое, заходить учиться в политехническом и представить свое профессиональное будущее позволяют инженерные соревнования. 13 октября физико-математический лицей номер 239 собрал 27 команд, прошедших отборочные туры. Финальное состязание определит гений инженерной мысли. Традиционно подобные состязания не проходят без поддержки организаций заинтересованных в молодых дарованиях. В этом году ими стали Банк ВТБ, Кировский завод, силовые машины, ОСКОН и ФАБЛА Политех. Еще раз хочу пожелать вам больших сил, больших успехов в выбранном вам пути. Мы действительно, я как представитель промышленной компании, очень вас в этом поддержим и подтверждаем в области слова моих коллег. Вы нам нужны, поэтому дерзайте. Больших вам успехов. Задание школьникам, надо отметить, досталось непростое. За 4 часа они должны придумать и сконструировать механизм, способный к маневрам в сборке хаотично разбросанного мусора. Инженерные сомнамины мне дают шанс показать себя, работу в команде и показать, чего я могу добиться в будущем. Представление об инженере, как и среднестатистическом работнике конструкторского бюро, с 9 до 6 склонившегося над Кульманом с логарифмической линейкой в руках, устарело. Современный инженер – это креативный менеджер проектов. Более того, прошло то время, когда профессия инженера ассоциировалась исключительно с мужчинами. Эти соревнования показали – красивая, значит умная. В будущем я буду заниматься проектированием и строительством. И я не считаю, что инженерные и строительные профессии только мужские, потому что женщины имеют такой же острый и быстрый ум, как мужчины. Пятые инженерные соревнования завершились победой команды «Электрики» из 78-й школы. Каждый участник команды победителя получил призы от главного спонсора соревнований – банка ВТБ, поддерживающего образовательные инициативы в области как высшего профессионального, так и школьного образования. У соревнований несколько целей. Одна из них – это популяризация инженерно-технических направлений обучения молодежи. Вторая – это привлечь внимание к проблеме инженерии, нехватке кадров. И третья – это привлечь внимание к политеху, его уровню образования, и чтобы молодые люди задумались о том, где будет проходить свое обучение, в какую высшую школу они поступят. Кстати, как показал опрос, 80% участников соревнований собираются получать специальность инженера именно в политехническом. Что же, молодые дарования, ждем вас! Субтитры создавал DimaTorzok